Я готовлю обещанное видео, то, что можно снять в городе, почему важно выбирать в Мехико-Сити район, где вы сможете себе первое время поразвлекать. Я, например, стараюсь наших друзей привозить в район Паланка. Здесь рядом буквально полквартала будет большой огромный парк. Я сделаю материалы из этого парка. Там действительно стоящие места, два озера, лодки. За какие-то там полтора доллара можно арендовать лодочку, катамаран, поплавать, покормить птиц, белок, там, ручные белки, зоопарк. Очень крутое место. Сейчас мы пойдем осмотреть квартиру. Квартира в семикомнатном таком блок-хаусе. Это будет где-то 1400 рублей за ночь. Примерно 22 бакса. Арендовать можно через RNBNB. У меня уже есть примерно 5 вариантов, которые я практически всегда использую. Зависит от загруженности. Есть однокомнатная квартира, такая средненькая. Мы в ней останавливались, наверное, с 12 по 15 марта. Сейчас в аренде как раз вот эта комната на дарк на 131. Ну, плюс еще есть несколько вариантов на площади Цокола. Но я стараюсь все-таки на паланке. Здесь крутое место. Здесь очень много магазинов, кафешек, ну и так далее. Итак, мы сейчас идем в эту квартиру. Я переключаю камеру и посмотрим, что там можно будет снять. За 1300-1400 рублей за ночь. Примерно чуть больше 20 баксов. Итак, первый вариант. Улица Дарвина, 131. Вот этот дом. Один минус окна выходят на улицу. Хотя после 11 вечера движение здесь прекращается. Ну и становится тихо. Так, смотрим. У нас апартаменты номер 4. Хозяйка Лорена. Немножко говорить по-английски. Еще. Блокхаус. Такая комната. Ну, в принципе, эти комнаты идентичны. Хозяйка на работе. Это ее помощница. Не говорит по-английски, говорит только по-испански. Итак, это кухня. Но я не пользуюсь. Хотя другие жильцы пользуются. Холодильник. Есть иранные машинки. Можете здесь побегать утром. Если захочется спорта. Я живу на втором этаже. Такая вот лестница. Это уже внутри квартиры. Наверху первая квартира. Комната. Вторая комната. Третья. Здесь также есть санузел. На этом этаже живут только девочки. И мы попросили, чтобы мужчины использовали. Таше ниже. Итак, вот комната. Цена вопроса за эту комнату, как я говорил, чуть больше 20 долларов. Лорена здесь. Так. Такое количество женских вещей, честно говоря, я не ожидал. Хозяйка. Это у меня двух хаусов. Девушка. Лет 40, наверное. Такая доброжелательная. Пообщались. Хороший интернет. Ну и выход, как я говорил, на дорогу. Благо здесь после 11 часов вечера уже машин нет. Ну и можно просто паковать. Такие вот виды. В принципе, неплохо. Вот эти три здания, три высотки, это вход как раз в парк. Это метро. Рядом метро. Севилья. Идти где-то минут пять до метро. Если вы посмотрите туда вперед, вот горы. Это как раз горы, которые открывают вид на пирамиды Тео-Тиукан. Известные пирамиды. Ну, все это можно посмотреть в Википедии. Интересное место. Советую тоже так же туда съездить. Здесь можно арендовать машину. Цена за аренду будет 40 долларов. Внести депозит можно наличными. И наличными вам и вернут. Что, кстати, очень удобно, потому что в других местах блокируют вашу сумму депозита на карте и потом ее не возвращают. Как я рассказывал в прошлых видеороликах, это практикуется и в Канкун, и в Тихуано, и в Мехико-Сити. Так что есть место, где можно взять в аренду машину за 40 долларов. Это будет новый Ниссан. И вам вернут наличными. Это очень удобно. Такие места. Так, я иду вниз. Здесь у нас останавливаются ребята, которые приехали из Канкун, либо из Кубы, в Мехико-Сити для того, чтобы подготовиться. Продолжение следует... Продолжение следует...